добрый день дорогие друзья рад приветствовать вас на канале рхт надеюсь вам будет интересно видео которое выложу и темы которые я затрону вот обговорим сегодня разные темы и ситуацию в мире и вообще как бы по поводу бурятской оппозиции пару слов скажем по поводу перспектив российской федерации но то что это российская федерация на сегодняшний день представляет из себя абсолютно фашистский режим как бы в этом уже никто сомнений не имеет наверное более-менее здравомыслящие люди вы знаете я ведь таксуем очень часто я не из-за того таксую что там в деньгах там нуждаюсь не просто цель с людьми пообщаться я знаете вот за эти два третий года за этот период переговорил там с тысячами людьми да я считаю что в улан-дэ в целом начала обстановка меняться по поводу взгляда вообще на всю эту ситуацию в россии я считаю в этом и моя заслуга есть то есть как бы садятся такие пути расты явные такие знаете вообще и прямо на глазах они там за какие-нибудь там 30 минут пока мы едем 20-30 минут они выходят с прочищенными абсолютно мозгами у меня рекорд был знаете вот 30 минут мы ехали пока гостиницы на своем и доехали до восточного дам пробочки то еще вот ехали минут 30 40 и такая знаете села такая припантованная женщина такая вся нее сидит муж там бывшего нравится такое в камуфляже ну и она вся такая на гоноре и знаете у нас такой же завязался разговор непростой сперва она начала визжать просто бежать они немного пьяноватые были но я спокойно говорю так сяк так себя привожу доводы аргументы знаете за 30-40 минут у них такое прояснение глазах наступило когда они выходили на эти они такие вот типа всего хорошего вам там до свидания спасибо большое там что поговорили с нами на эту тему с другой стороны эта тема у них как бы это вызвало большой отклик большой отклик в душе потому что видимо назрела тема сама по себе очень много вопросов на которые они сами себе в ответы дать не могли никогда очень было много заблуждений я говорю так фашизм на украине или в россии фашисты тогда я говорю так в россии само по себе устройство государства фашистская понимаете по науке по определению сама система само устройство сама форма государства фашистская фашистское же государство она в истории встречается не впервые фашизм как форма государственного управления зародилась она в италии при муссолини до журналист муссолини потом она существовала долгое время еще и было и в португалии было в испании долгое время существовало при франко и вот совсем недавно чили государство августа пиночет тоже фактически было фашистским государством и вот на сегодняшний день россия также по форме по своему государственному устройству просто является откровенно фашистским государством а это в первую очередь диктатура крупного капитала это монополии корпораций у нас вся страна разделена на госкорпорации это формирование правящего класса отсутствие выборов да я уже говорил ну и отсюда все проистекающие далее естественно диктатура естественно репрессии свое же надо удержать если есть правящий класс значит есть класс угнетенных правильно свою власть как можно удержать в современном мире кроме как диктатурой для никак нельзя и репрессии диктатура всегда основывается только на репрессиях и на политических преследованиях вот то что и мы видим в россии сегодня это естественно милитаризм а зачем вы делаете столько оружия если вы мирная демократическая страна да зачем вам столько оружия зачем вы боюете кругом отсюда империализм война постоянно в россии с кем-нибудь из-за империализма захотели войска ввели в казахстан грузию что-то не нравится им все время в молдовии что-то там не нравится постоянно там таджикистане киргизии базы ставят свои там в сирии им что-то не нравится постоянно лезут до туда в африку в ливию там в латинскую америку везде ну украина на сегодня мы видим это что такое это империализм называется вообще заявление государства о сферах влияния своего это уже есть по факту империализм реваншизм да снова вернуть этот сайт сайт советский союз учет победа беседа на победе все основанное да можем повторить поставим там поднимем с колен это все реваншизм ну и как факт она же должна опираться на такую идеологию шаминистическую имперскую правильно мы же и так видим в россии что идеология тоже становится фашистской до до множества то есть это крайняя форма этнического национализма наложены на имперское сознание и собственную исключительность но в данном случае и поскольку империя много национальная им нужен был фундамент то есть они придумали этот термин россияне которые как бы объединяет всех граждан российской федерации но этот термин у них был вымочен и быстро донда через вот эти вот всякие скинхедские поиски и все остальное проще они кстати это грубо говоря поддерживали скинхедскую тему я же говорил что в них центры до призывной подготовки в бывших пионерских лагерях питере там формировались вот этим скинхедские группировки это пользовалось большой поддержкой государства мы же видим по всей россии десятки тысяч там молодых людей десятки тысяч собирались на вот эти сборища ездили там из города в город несмотря на то что страна была много национальной пока не началась вот это вот грубо говоря бойня на украине а это бойня настоящим даже хоть как этом не назови сводом или война или еще как конфликт военный это просто бойня откровенная человеческая бойня потому что путинская система это человеконенавистническая мясорубка которую каждый день надо кормить свежим человеческим мясом плюс кстати у них же и сакрально вот это все замешано на сакральности мы же понимаем что люди всякие фашистские и нацистские режимы они все на сакральности были замешаны сильно ннр бы вот этого крышу путина несет постоянно и он также любит всякую вот эту эзотерику шаманов постоянно привлекать колдун колдунь и колдовок этих колдунов всяких нечистью я вообще россии пусть на сегодняшний день не рассматривал бы как государство в классическом виде на россии сегодня это напоминает такой мафиозный картель скорее это мафиозный картель со своими спецслужбами которые защищают интересы картеля понимаете государству угрожаешь там кому-то там народу там есть угроза они не будут врубаться они защищают чистые интересы мафиозного картеля и все больше ничего не интересует сегодня мы видим какая ситуация в мире что путинский режим фактически получает серьезный отпор удар по морде даже не несмотря на то что там предвыборная ситуация в америке даже несмотря на то что там трампа обвинили там по всем статьям обвинения признали виновным по тридцати четырем пунктам да но я не знаю если его не пасает это они ему фору дадут грубо говоря трампа это только в ему будет популярности придаст так вот это если мы будем работать с мифами российской пропаганды то здесь надо надо понимать две вещи они упор делают на конфликт понимаете здесь какой идет внутри россии прокачивается тема конфликта именно россии езапа понимает это америке revision крупового обзора а за рубежом за рубежом россии прокачивает конфликт традиционалистов с либералами и и хочет стать такими лидерами традиционалистов утрак путин хочет стать ну лидерами лидером традиционалистов таких понимаешь все эти правые партии в европе все эти трамписты мага как они поддерживают путина еще непонятно кого они больше любят путина или трампа на это уходят большие деньги путинская пропаганда она использует популизм очень сильный очень сильно на это тратятся миллиарды долларов миллиарды десятки там больше чем на военный бюджет понимаете где-то в чем-то но это конечно приносит свои плоды это говорит о чем что надо создавать платформу от отпора пропаганде этой тоже использовать популизм такой же только благородных целях церковь демократии мировой да я бы сказал на их очень сильно бьет путинских вот этих вот сторонников то что когда им говоришь что типа страна поделена между корпорациями начинаешь объяснять вот корпорации заходят в регионы в регионы заходит ни черта не вкладывают все высасывают людям затыкают рты люди никак не участвуют деятельности никакого влияния на деятельность корпорации оказать не могут потому что корпорации действуют в спайке со спецслужбами демократических странах тоже две опасности большие это спецслужбы неконтролируемые и корпорации если этих двух псов не держать на коротком поводке они очень много беды принесут понимаете тому кому дан контроль он сам нуждается в контроле понимаете тому кому дана власть не секрет что на любом предприятии самый главный вор это охранник правильно только это в масштабах всей страны происходит для корпорации россия была очень удобная страна все права человека уничтожены все права национальных меньшинств уничтожены полностью всем рты заткнули всех по пересажали перед перезапугали перезатерроризировали да сами понимают загнали в рамки людей очень жесткие рамки загнали вся система вот эти видеокамеры распознавание лист постоянно вот эти менты ходят по улице дергают людей документы проверяют на ком-то основании да но это же все же психоз такой определенно создает в обществе а почему это все происходит потому что когда-то кучка олигархов с помощью дочери там больного маразматического президента начали управлять страной создали эти аукционы залоговые на которых они разворовали все более-менее ценное имущество страны потом перешли на сырье да а как наворованные удержать это надо уничтожить гражданское общество понимаете чтобы не задавали много лишних вопросов а то люди начнут там интересоваться да а где их доля призвать к ответственности да еще не дай бог все отберут и посадят естественно они будут вводить будут заинтересованы в диктатуре они привели силовика силовики не будь дураками тоже потом свое слово сказали пододвинули олигархов серьезно и сами стали тоже олигархами часть силовиков а часть силовиков так и осталось безумными идейными до путин тоже сейчас же одержим он же не только из-за денег действует он почему такие потери там несет людей не жалеет потому что он живет идеями одержим идеями а тот кто одержим идеями он на людей не смотрит никогда люди это инструмент у него просто и все также к финансы потом они любят там говорить пути растаете что все типа там угроза идет из-за америки англосаксы там мир поделин им грешно там же еще и изделение традиционалисты либералы же как вы там смотрите может быть не все так однозначно запада и россия тем более потом я говорю там американцам зачем ваши ресурсы нужны правильно у американцев финансовая экономика у них не индустриальная экономика ресурсы нужны тем кто из этих ресурсов что-то делает правильно а большая мировая фабрика это кто китай вот китае нужны эти ресурсы а никаким не американцам американцы это долларовая система сделанная под американцам финансовые это биржи банки ценные бумаги производство у них все выведено в китай понимаете они у себя ничего не делать зачем ваши ресурсы чтобы чо чтобы что с ними делать ваши ресурсы нужны китаю так они и все и так забрали давным-давно у вас когда китайцы все забирали вы где были то бухали ходили вот так вот когда им начинаешь такие аргументы приводить они там начинают просто теряться плавать беспомощно там вопросы какие-то задавать потерянные такие то уже надо объяснять работать конечно с простым населением работать приводишь там примеры да вот смотрите как озерный гок работает падешь скота идет загрязнение грунтовых вот все остальное прочее корпорациям насрать на вас насрать вы там наблюдательные советы входите на какие-то инициативные группы вам дают собрать нет не дают то же самое с нефритом происходит то же самое происходит с углем ну хорошо бери да везде все же забрали корпорации вот бурятия как ни одна другая республика это очень показательной когда все забрали корпорации человеку ничего нельзя здесь двинуться понимать уничтожена любая конкуренция диктатура крупного капитала это самый страшный враг рыночной конкуренции рыночная рыночная экономика рыночный капитализм из два вида капитализма это основа демократии а монополистический капитализм диктатура крупного капитала это фашизм это первый враг рыночной экономики когда все мелкие рыбешки выжигается крупными рыбами да возьмите те же самые там титаны абсолютно ну показательные там даже не брать вот эти вот борисы там все остальное прочее ну вот допустим на западе в европе вот эти монстры вот эти торговые центры они находятся в основном за пределами города между вот этими небольшими населенными пунктами на заправках там как правило там рядом ну когда люди не городские они там имеют возможность съезжаться с разных там стану и покупать там вещи для себя в маркетах в городе у них такого не сильно не распространено тогда такого общения так же как в монголии даже возьми а здесь же она идет шагает по городу же это без зубы антимонопольной системы вот это все допускает понимаете здесь идет какой перекос здесь во всей округе выжигается магазинчики шаговой доступности и все эти бабульки вынуждены там по две-три остановки ездить на маршрутках забивать большие сетки продукты меня опять потом на себе тащить две-три остановки эти продукты правильно хотя они должны были выйти из дома и все с этим как бы закупить все что нужно себе далее кошка там шумит вот какие видите перекосы идут ну вот ну и так вот во всем у нас понимаете потом надо понимать что на запад настроен решительно дать отпору отпор путину путинский режим скорее может ну скорее пойдет но государство россии навряд ли упадет понимаете это не из-за того что она внутри такой крепкая из-за того что его снаружи подпирает забор танком понимаете всякие вот эти государства типа китая евросоюз америка то же самое заинтересованности заинтересованных в целостности россии потому что это в первую очередь транзит транзит с европы в азии правильно они вот поэтому и северной москвой путь прокачивает и прокачивают также также можно сказать по поводу оппозиции секундочку сейчас также можно сказать по поводу позиции российской до российская позиция по большому счету раньше из себя представляла либо сурковщина либо ходорковщина до как бы на самом деле не та ни другая не были по-настоящему свободной оппозиции сейчас что-то такое складывается до раньше были вот типа латыниной там вся эта шваль имперская по сути фашистской не взоров тот же самый но мы все же понимаем что фактически они все имперцы и все фашисты в какой-то степени поэтому сейчас правда складывается новый тип оппозиции которые не от суркова не от мантурова там не от ходорковского не зависит напрямую но опять же у них большой минус они совершенно не сотрудничают с национальными движениями а это говорит о том что ни о какой федерализации речи быть не может они просто не рассматривают серьезно но они хотят такую же систему построить то же самое сделать как при пути не только без путина она на место путина самим сесть вот и все пока не будут представлены национальные движения хоть в каком виде понимать хоть как он хоть с кем они там будут сотрудничать но главное должны быть представлены национальные движения пока не будут представлены национальные движения никаком федерализме естественно речи быть не может ну по поводу украины то что украина я думаю ни в каком виде не хочет империю видеть рядом с собой российскую не с путиным не без путина тем более они понимают что такая империя это всегда угроза угроза безопасности украины то что там даже какой-то сейчас любой мир будет подписан это будет только для того чтобы там имперцы раны залезали это через 8-10 лет опять все началось по моему да только воевали бы дети этих украинцев с детьми тех кто сейчас воюет со стороны россии да поэтому украинцы они не заинтересованы вообще я думаю так в сохранении россии таковой империи с путиным ли без путина я думаю им лучше было бы там когда это бы представляла из себя какую-то конфедерацию из небольших республик регионов куда возможно бы даже и в какой-то степени входила бы украина и занимала там лидирующие позиции как и казахстан там своего рода но и какой-то там может быть российский регион я так думаю они в таком виде заинтересованы ну вот по поводу американских выборов то что там надо принимать участие конечно всем всем оппозиционерам надо принимать участие воздействует любыми методами понимаете прежде всего словом надо готовить готовый продукт из вот своих как бы сказать идей да это потому что тоже продукт своего рода и вот этот продукт продвигать а в интернете все очень быстро знаете распространяется очень быстро моментально если это отзыв имеет в душах по это в течение часа двух-трех распространиться по всему миру буквально он знаете когда там кричали эти пропагандоны там либерасты там все остальное прочее меня возьми да и родись вот это слово пути раст и посмотрите особенно в украинском сегменте да какое на популярностью стала кусту слова стала крылатом или извиняюсь за выражение когда они кричали россия для русских мне знаете такое выражение родилось пидороссии для древых пидорасов и это тоже я не хотел этого но это обрело вообще крылатое значение особенно украинском сегменте мы вот так очень много таких вот вещей которые моментально популярность обретает по поводу бурятской оппозиции сейчас там разгоняется какие-то движухи она жила началось бурление шевеление то она вся как состояла так и состоит из шнырей тех по крайней мере кто на виду и всяких клонов правильно единственное кто не шнуре так и кто кланом там не подвластен это я так думаю даже дугаров и рожана дугар дель поты и все пока на сегодняшний день я только в этом уверен а в остальном я не уверен на всех остальных там какое-то влияние оказывается кто-то там им звонит говорит и они начинают на основании этих звонков и какие-то решения принимать правильно зачем это же ведомые люди сразу видно люди которые находятся под влиянием воздействием они не они вынуждены в своих решениях при как бы полагаться на точку зрения вот этих людей которые им звонят допустим состав сторонник да значит они не являются полностью самостоятельными людьми потом вот этот вот алкаш то как в америке то бомжует в тачке своей живет везде повыгнали сработал там но его сейчас там подняли рейтинги ему сделали на своем канале но это же чтобы рекомендации попасть они же бегают эти путинские свиньи там бегают в америке по офисам google и по офисам youtube и запихивают тему чтобы они попадали везде в рекомендации несмотря на то что они шныриты практически ну и что там завели на это мусора там уголовное дело они просто закапывают крота понимаете у разведок и спецслужб есть такое выражение крот закапывается понимаете когда он там на него заводит там фиктивные там уголовные дела якобы там чтобы он там понимаете там чуть ли не и ноги все там болты на пузо ему да там этих оппозиционных там навешивая на самом деле это шныр шнырём вот посмотрите на венедиктова он тоже объявили там для проформы тоже и на агентом хотя какой он агент он членосос путинский ну грубо говоря с лавровым с этой лошадью говорящего там в унисон тоже поет но его объявили и на агентом также против этого шныря как бнд тоже там какой-то позитивная как будто эффективное дело завели заводить он там в америке живет только не делал другое там он был здесь ходил как я и завели бы на него уголовное дело я посмотрел как бы она двигалась а то чё в америке это просто ему дает популяризировать как бы отмазывает от того что от этого меньше то шнырём не становится понимаете он из америки двигает тему что там вот везде плохо там в россии не так уж плохо в америке тоже плохо там понимаете хорошо там где нас нет потом не вот тут люди в беседах там уже начинает высказывать до бурят ну так везде же так же там но и в америке там же тоже так все не идеально и в америке точно так же я говорю да нифига подобного в европе не так точно в европе то я жил и за америку я могу сказать потому что там тоже много родственников близких живет и мне все рассказывает звонит каждый день мы имеем представление что там происходит понимаете с научной точки зрения не обязательно там именно ходить там ездить свою жопу там таскать на треках там этих самосвалах грузов грузовиках этих там по всей америке понимаете геморрой все зарабатывать там по всяким этим мухах муха сраченском американским там по всякому там айдахи там неваде там юти и все остальное прочее пререкали сидеть зачем можно просто научно все обзор сделать и все понять правильно на этом наука ты и заключается держится понимаете что люди научно изучая знают намного больше чем те которые там живут на помойках работает там болты крутят на самом деле дальше своего грузовика там носа там не высовывать не показывать что там они могут разбираться на чем они не разбираются они не в политике ничем не разбирать у них образование для этого такого специализирована поэтому судит они версию весьма поверхностно там ну и подписчики все там мусора фактически накрученные подписки посмотрите комментарии тут две три два три там пять комментариев есть я вот не стремлюсь там большому количеству комментариев там какие-то подписки лайков просмотрах я знаю что меня смотрят определенная аудитория людей я когда записываю видео я обращаюсь именно к этим людям больше меня там никто там не интересует смотрит смотрит не смотрит не смотрит интеллектуальным уровнем не доросли еще значит потом мы знаете видим же что вот эти три товарища крутят все этой движухой красный до в республике и вся оппозиция там мархаев халанов собакин в тот же сам и петров военный прокурор вот эти три иркутских там бурята грубо говоря заворачивают вот эти все движения да там плюс вот это вот как паучок там плетет всякие там эти схемы там ханхалаева да вот этого марина все открещивается от своих родственничков да там от мантатовой там сестренки свои двоюродной тогда племянница на толстом халаева начал открещиваться тогда я типа ну там не с ними там то все докачешь ты визжишь то когда их задевает в репортажах ты же без поднимаешь начинаешь всех обзванивать там истерики закатывать да вот этих три иркутских товарищей они грубо говоря все это и держит систему там все это от них и двигается там в противовес им там создается ну там грубо говоря циденов этот сел читинский правильно мы же тоже понимаем что ваха этот был покойный с кусочей и циденов с кусочей сам и вот этот вот депутат государственной думы дамдин сурунов слова вячеслав тоже с кусочей ниже кусочинских даже не неспроста же они все с одной деревню с такой вот все три таких человек вышли правильно и занимает эти места тоже неспроста же правильно между собой они там шныри разгоняет вот эту тему что якобы они там все в конфликтах там популярность хейтит зарабатывать посмотрели на других там вот видишь они такие жесткие популярность набирают вот уже давай там повторять обезьянничать это им не поможет потому что ничего толкового сказать не могут все так пыль одно да потому воду в ступе толочит и все до хан халаева говорит на больших площадках правильные вещи но с другой стороны в задается следующий вопрос а с какой целью она это говорит цель то у них разные одеяло на себя тянет тоже как они говорят любит говорить за меня там обзванивают людей чтоб меня не пускали в эфиры зачем это делать живите мирным никто вас не трогает и вы не трогайте никого понимаете не будете вы трогать вас не трогать никто не будет лучше всем держаться вместе там шныль не шныль да если ты дуешь в одну общеполезную тему значит ты в теме а если ты делаешь так чтоб все рассорились все там тени толка и как лебедь рак и щука добыли значит ты очень плохую роль играешь я лично за то чтобы вообще все забыть все вот эти там распреда и двигаться в одном направлении все все хорошего друзья